так ребята всем добрый вечер вот как я обещал я продолжение роликов с максимом никоновым вот то что мы вот попытались записать но второй ролик у меня не очень получился вот со связью технические проблемы как я и говорил вот но все же вот появилось время и вот мы решили продолжить вот и ну и сейчас вот максим продолжить немножечко вот по поводу иммунитета препаратов и послушаем дальше ну а дальше и ответим на кое-какие вопросы да да давайте продолжим вот на чем мы тогда прервались по поводу препаратов которые могут влиять на иммунитет то есть большинство голубеводов ну они как бы усиленно стремятся найти какой-то чудо препарат который бы улучшил иммунитет значительно улучшил так улучшил чтобы вообще голуби но не болели но вот дело в том что улучшение иммунитету не нужны такие улучшения как мы стремимся ему дать это но иногда бывает даже вредно я объясню сейчас почему надо это просто очень внимательно прослушать и понять один раз понять и дальше уже будет все очень просто смотрите как можно повлиять на иммунитет вообще что такое иммунитет есть два иммунитета мы в прошлый раз уже говорили врожденный иммунитет и приобретенный иммунитет вот врожденный иммунитет он только на бактерии рассчитан на бактерии которые окружают нас в окружающей среде вот они везде с нами они внутри в кишечнике они на коже в корме и так далее везде есть бактерии и клетки врожденного иммунитета занимают 90 процентов всех клеток иммунитета то есть основная часть основная часть клеток которые борются с болезнями это как раз врожденный иммунитет это клетки нейтрофилы они живут очень мало они живут в крови буквально один-два дня потом перемещаются в ткани и в тканях еще пару дней живут максимум 5-7 дней потом они погибают и если не нашли никого кого нужно убить они сами погибают естественным образом а кровь снова обновляется то есть кровотворение кровотворение происходит ежедневно каждый день каждую минуту эти нейтрофилы рождаются новые а старые погибают в семидневные соответственно их 90 процентов всей массы вот все что иммунитет представлен клетками 90 процентов это вот эти вот нейтрофилы клетки врожденного иммунитета они борются с бактериями но есть еще одна их функция это сигнальная функция понимаете их же много и они первые кто сталкивается с любой проблемой которая появляется в организме то есть так как их много им проще уловить проблем они везде в каждой каждом кусочке нашего организма есть нейтрофилы кроме мозга суставов там ну таких вещей глаза то есть там где есть барьеры для иммунитета туда нейтрофилы не могут попасть там где барьеров нет там они есть в очень большом количестве но приблизительно равномерно расположены чуть больше их на слизистых ополочках там где-то где пограничная зона со внешней средой но в целом по всему организму не есть и вот их вторая функция помимо борьбы с бактериями это сигнальная функция сигнал сигнал сигналы подают все клетки организма нашего абсолютно все то есть у них внутри в клетках нашего организма есть определенные штучки называются хемокины цитокины известные интерлейкины интерферон все знают да интерферон но никто не знает что это это вот эти сигналы которые подает клетка вот вот эти сигналы обладают ими все клетки нашего организма если какую-то клетку разрушить она ее содержимое попадает ну как бы в межклеточное пространство и другие клетки ощущают то что от нее осталось понимаете но и нейтрофилы это ощущают вот эти клетки иммунитета и они тоже выделяют такие же цитокины только уже больше то есть если обычная клетка при повреждении выделяет немножко цитокинов то нейтрофил который уловил вот эту вот это повреждение да он эти цитокины уловил он отвечает на них еще большим количеством выделяемых цитокинов понимаешь как вот домино фишки ставят и запускают одну и они все пошли по кругу падать или карты там ну да я знаю вот там есть такие эти красиво так все падает так вот здесь тот же эффект это называется каскад вот эти каскадные реакции они происходят очень быстро и первые кто на них реагирует это нейтрофилы врожденный иммунитет и даже если он не может справиться с проблемой а чаще всего он ну как бы и не может справиться ну например вирус он не может с ним справиться потому что он на рассчитан на бактерию но поврежденные клетки от вируса выделяют цитокины а нейтрофил подхватывает эти цитокины и тоже выделяет как бы ну еще больше понимаете вот и вот этот сигнал который он подает он привлекает привлекает вот тут оставшиеся десять процентов остальных клеток иммунитета том числе приобретенный иммунитет клетки приобретенного иммунитета т-лимфоциты б-лимфоциты и так далее теперь смотрите как можно повлиять на иммунитет вот эти клетки приобретенного иммунитета т-лимфоциты они работают на любое вещество будь это бактерия вирус грибок токсин там я не знаю металлический предмет там телеком какой-нибудь все что вы можете ввести в организм на это любое вещество может найтись свой т- или б-лимфоциты и они работают исключительно как ключ в замок но все понимают да есть определенный ключ который открывает только определенный замок вот так работает приобретенный иммунитет и простимулировать конкретную какую-то клетку мы не можем никак понимаете то есть мы же не можем задать какой-то препарат чтобы он простимулировал иммунитет от парамиксовируса мы не можем так химическим образом за действовать чтобы появился иммунитет от пара миксовируса вот эта клетка должна нужно состыковаться с вирусом и активироваться, понимаете, вот одна единственная, их очень мало, я повторюсь, 90% всех клеток это нейтрофилы, они выполняют очень примитивную роль, сигнальную и борьба с бактериями, остальные клетки, их очень мало в организме, ну по сравнению с нейтрофилами, 10% оставшихся, вот там среди этих клеток, их миллионы, миллионы вариантов, и один такой вариант подходит к парамиксовирусу, если этот один единственный Т-лимфоцит поймает парамиксовирус, замок и ключ совпадут, этот Т-лимфоцит активируется, понимаете, он активируется и производит себе подобных, только тогда, когда он активировался от вируса, от вируса, он только тогда начинает себя копировать и производить копии себя тысячах штук, миллионах, и тогда эти Т-лимфоциты через неделю, две или три достигают очень большого количества, одинаковые, ну копии, да, вот, и тогда эти копии борются с вирусом эффективно, но для этого нужно время, чтобы они, вот эти копии образовались, что во-первых, время нужно, чтобы этот единственный вариант нашелся, вот, как только он найдется и активируется, тогда уже следующий отсчет времени, нужно размножиться, этот Т-лимфоцит должен увеличить свое количество, чтобы связывать много-много вируса, вот, и один-единственный, он не справится, соответственно, мы никак не можем активировать точечно вот этот Т-лимфоцит, чтобы он размножился, используя химические вещества, понимаете, мы не можем, потому что нету ключа в замок, чтобы конкретный иммунитет от конкретной болезни заработал, должен сработать ключ-замок, а химические вещества, витамины там и прочее, не могут этого сделать, понимаете, никакие препараты этого сделать не могут, пока только Т-лимфоцит или Б-лимфоцит не столкнется лоб в лоб с нужным ему ключом. Вот у нас такое мнение бытует, вот надо срочно у голубей или поддержать, или поднять иммунитет, вот как его, как его можно поддержать или поднять. Как же тогда действительно стимулируется иммунитет? Вот смотрите, вы поняли, да, что специализированный иммунитет, вот этот, который супероружие, мы не можем его простимулировать никак, потому что мы не можем, ну мы можем его простимулировать вакцинацией, да, то есть вводя прям конкретно вирус. И способами, химией, препаратами мы не можем этого сделать непосредственно конкретно от определенной болезни. Вот. Но, как работает стимуляция иммунитета, вот, ну, в целом? Мы стимулируем врожденный иммунитет, понимаете? То есть мы стимулируем нейтрофилы, их количество возрастает, кровь, ну, увеличивает количество нейтрофилов. И нейтрофилы, они со всякими бактериями сталкиваются, с повреждениями, ну, чаще их становится больше, обнаружены вот эти, и выделяют больше сигнала. А если больше сигнала появляется, тогда больше появляется и приобретенного иммунитета. Но не от конкретной болезни, а просто вот болванок вот этих, которые плавают, вариантов. То есть становится больше вариантов, и тогда, ну, мы говорим, что мы подняли иммунитет. Но этот иммунитет еще не сработал. То есть от конкретной болезни он не помогает. Чтобы он помог от конкретной болезни, нужно пройти долгий путь от активации и накопления копий. Понимаете? И этот путь мы простимулировать препаратами не можем. Мы можем повлиять на врожденный иммунитет. Вот мы его, как бы, стимулируем пробиотиками там. Ну, то есть, если голубь получает бактерии с едой, да, они тоже стимулируют, подстегивают его. То есть нейтрофилы видят эти бактерии, возбуждаются, как бы, подают сигнал и так далее. И пошло-поехало. Вот, то же самое, ну, пробиотики там. И кишечная флора, она для чего еще нужна? Помимо того, что она пищеварительную какую-то функцию выполняет, она постоянно стимулирует иммунитет. Вот эта вся микрофлора, которая есть в организме, она является большим стимулом для врожденного иммунитета. Понимаете? У нас как, да. У нас в основном, ну, это и такое мнение, основное мнение. То, что голуби, заболевания, все идет от некачественных кормов. У нас очень плохие корма, не то, что там может быть и плесень, бывает и протравленная. Вот я как-то купил кукурузу и не посмотрел. Мы подойдем к кормам. Вы должны понять, что бактерии, которые окружают голубя, они до поры до времени создают нагрузку, ну, как бы они создают, оказывают влияние на нейтрофилы, на врожденный иммунитет, который, в свою очередь, стимулирует. Стимулирует приобретенный иммунитет, чуть больше, ну, как бы шарится там везде. Понимаете? Вот и в этом плане используются вещества, которые его стимулируют, химические вещества. То есть, нам не важно, какое это вещество будет, нам главное, чтобы оно вызвало какое-то раздражение. Вот, например, АСД. Да, мы говорили о нем с вами лично. Оно работает как раздражитель, понимаете? Оно раздражает врожденный иммунитет. Вот, помимо того, что влияет антибактерицидно, ну, само по себе, оно еще и оказывает раздражительный эффект. Появляется больше нейтрофилов, которые сигнализируют, что есть проблема, и появляется больше болванок специализированного иммунитета. Но он еще не активирован, он просто плавает. Ну, эти Т-лимфоциты, они еще не заряжены, да, скажем. Они сразу, как варианты. Сразу такой вопрос встречный, вот, по поводу АСД. Насколько часто его можно употреблять? Я подвожу к этому, я как раз к этому иду. Помимо АСД есть другие препараты. Ну, раньше, как только это все обнаружили, применялась тканевая терапия. То есть, и АСД тоже, он, не просто так его придумали, на основе других предыдущих открытий. Вот, брали кусочек слизенки, измельчали ее, и вводили подкожно, или там, внутримышечно. И, ну, нейтрофилы обнаруживали вот этот введенный препарат тканевой, чужой препарат, раздражались и посылали сигнал. И этот сигнал стимулировал, как бы, образование болванок. А эти болванки везде, вот, ну, Т-лимфоциты, Б-лимфоциты, они искали ключ-замок, и ищут свой ключ-замок. И могут активироваться, если найдут. То есть, вы поняли, как стимулируется иммунитет, да? Теперь смотрите, как часто это надо делать. Вот именно таким путем идти, врожденный иммунитет. То есть, у нас тут цепочка, да, понятно. Мы воздействуем, первое, на врожденный иммунитет. А он, в свою очередь, воздействует на приобретенный иммунитет посредством сигналов, цитокинов. И просто увеличивается количество вот этих болванок, неактивных. Они еще неактивные, они просто плавают. Вот. А этот врожденный иммунитет, он борется с бактериями. Он там борется, эту проблему решает, ну, которую обнаружил. И, соответственно, вот эти болванки, они ищут все подряд, везде. В том числе могут даже на собственный организм атаковать, понимаете? То есть, вот эти Т-лимфоциты и Б-лимфоциты, они проходят селекцию, когда перед тем, как выпустить их в кровь, в тимусе и в фабрицевой сумке проходит селекция. То есть, тех, которые могли бы быть опасны для собственного организма, тимус убивает. Вот. Но иногда они проскакивают все же, такие. И тогда развиваются аутоиммунные инфекции. Те, которые направлены, аутоиммунные реакции. Те, которые направлены на собственный сам организм. Вот. И чем больше мы стимулируем производство вот этих болванок, тем больше шанс вызвать, ну, реакцию, как бы, аллергическую и аутоиммунную. То есть, такую, которая привинесет вред нашему организму. Понимаете? Вот. Соответственно, теперь мы подходим к самому основному. Когда нужно применять вот этот метод стимуляции? Только тогда, когда у вас голуби часто болеют. Когда голуби не болеют, это значит, что их иммунитет работает идеально. Но вы не видите его работы. Ну, он работает хорошо. Он не упал никуда там ниже плинтуса. Он не требует от вас никакой поддержки. Понимаете? Вот. Я скажу вам... Охрип, простуда. Извините за... Я скажу вам так. В гуманной медицине, в педиатрии принято такое, значит, ну, как бы, правило. Если ребенок болеет за год больше семи раз с температурой, ну, простудные ОРВИ с температурой, больше семи раз. Представляете? Семь раз за год. Это каждый месяц ребенок должен на неделю, ну, болеть, дома оставаться. То есть, семь раз, если он болеет, только это является основанием для обращения к иммунологу. Ну, конечно, ребенку проверят общий анализ крови и проверят количество нейтрофилов. То есть, вот этих порожденных клеток. Ну, и остальных тоже клеток в том числе. То есть, понять, ну, какие клетки в каком количестве. Но обращаться к иммунологу и разрабатывать схемы стимуляции иммунитета следует только при случаях, когда больше семи раз за год болеет ребенок. Ну, либо, если по анализу крови показывает отклонение от нормы вот этих клеток. То есть, если у ребенка снижено количество нейтрофилов, то, понятно, у него врожденный иммунитет не работает, как положено. И тогда требуется стимуляция. Но если у ребенка нормальное количество нейтрофилов, и он просто, ну, болеет, то вмешиваться в иммунитет не стоит. Если это меньше семи раз за год. Понимаете? А у нас голубеводы, даже когда голуби не болеют, они хотят ему повысить иммунитет. И они таким образом повышают количество вот этих болванок пустых, специализированного супероружия. Если супероружие найдет ключ в замок, оно сработает. А вот этот ключ может быть в том числе собственный организм. То есть, какая-то клетка организма может подходить к этому замку. И этот лимфоцит активируется, и он нападает на собственный организм. То есть, злоупотреблять этим ни в коем случае нельзя. Конечно, конечно. И это никакого результата не дает нам для борьбы с инфекционными болезнями. Смотрите, объясняю. То, что количество вот этих болванок будет большое, оно не играет никакой роли для борьбы с конкретным заболеванием. Потому что требуется. Первое. Ключ-замок. Активация. На это нужно время. И второе. Это клонирование. Понимаете? Вот это клонирование, размножение вот этих активированных Т-лимфоцитов и Б-лимфоцитов. Оно занимает время. И если болезнь зайдет, то он все равно болеет. Даже если вы стимулировали иммунитет, вот этот вирус или бактерия, она обнаружилась Т-лимфоцитом или Б-лимфоцитом. Он активировался. Ну, это тоже время какое-то. То есть, пока Т-лимфоцит дойдет до очага инфекций, там, где этот вирус возник. Вот где вирус проник в организм, там еще может не быть Т-лимфоцита. Понимаете? Он должен туда приплыть. А приплывет он туда посредством сигнала от клеток, которые этот вирус разрушил. То есть, вирус зашел и 10 клеток убил. Эти 10 клеток при разрушении выделили цитокины. Эти цитокины уловили нейтрофилы. Нейтрофилы, в свою очередь, выделили цитокины. Цитокины дошли до Т-лимфоцита, и он туда поплыл. И пока он приплыл, проходит день-два, понимаете, то есть, поминутно, поминутно, давайте так. В первые же минуты после попадания вируса в организм, когда он наносит повреждения, реагируют нейтрофилы, потому что они уже там находятся. Они везде, они абсолютно во всем организме, кроме мозга и глаза, и суставов. И они только как только туда попадает какой-либо возбудитель и разрушает клетку, то нейтрофилы уже знают об этом. А вот Т-лимфоциты и Б-лимфоциты, они узнают об этом только спустя сутки, понимаете, или двое. То есть, этот вирус уже мог размножиться. Он уже повышает свое количество. Вот. И не важно, сколько там вы стимулировали иммунитет. С вирусом нейтрофил бороться не может. Этот вирус, просто нейтрофил его обнаруживает и сигнализирует о нем. Но бороться он с ним не может. А вирус при этом хорошо там клетки начинает эти уничтожать. Потом туда приплыл Т-лимфоцит. И только после того, как он активировался, ключ-замок, он начнет размножаться. А для этого нужно время. И получается, что как бы вы не стимулировали иммунитет, а болезнь все равно появляется. Понимаете? Вот. Но, помимо этого, вы можете еще и простимулировать, что организм будет бороться сам с собой. Аллергические реакции, разные проблемы хронического характера. Все это возможно, если вы будете злоупотреблять вот этими стимуляторами, скажем так. Но, но, есть еще одна проблема в этом. Помимо того, что я рассказал, да, почему не надо их использовать. Если у вас голуби болеют один раз в год во время вспышки парамиксовируса, то хоть бы вы год до этого стимулировали, это никакой роли не сыграет. Но еще, помимо этого, производители лекарств очень ловко пользуются вот этой темой. И наши голубеводы легко ведутся на это. Обещают этикетки препаратов стимуляцию иммунитета от и до. Там такие действия чудодейственные. Причем можно давать. Да, я могу сказать про гамовид. Я очень так на него надеялся. О, это вообще, это, я не называю название. Я говорю розовая и зеленая водичка. Все знают, все их уже испытали. Но это, это не дает никакого результата, понимаете? Не дает. Это бесполезные вещи. Результат только на ваш кошелек. Если у вас позволяет там, ну вы как бы. Да нет. Если даже вам сказать, если вам сказать, что это неэффективно, но вы можете потратить эти деньги. Ну почему? Берите, тратьте. Но это неэффективно. Некоторые сразу покупают и очень много вот витамин дают. Вот я тоже как бы объясняю, что когда разные витамины, и их очень много, они точно так же, говорят, действуют, так и тот же антибиотик. Они угнетают голубя. Передозировка вот эта чектоник. Чектоник, ну там чектоник, например, еще что-то выдают люди. Нет, нет, нет. Смотрите, вот эти витамины, которые продаются, это кормовые добавки, понимаете? Кормовые добавки. Их настолько там ничтожное количество, этих витаминов, что если у него, у голубя, даже норма, вы не можете его вызвать гипервитаминозом. Вот витамины, которые задаются в индивидуальном порядке, ну это витамин В1, В12, вы специально берете и задаете голубь. Там вы можете передозировать, вплоть до гипервитаминоза. Но кормовые добавки нужны только для того, чтобы сгладить переход к повышенному потреблению витаминов организмом. Понимаете? Вот смотрите, давайте так. 95% витаминов голубь получает с рациона. Понимаете? Да, да, злаковый. А 5%, которые возникает дефицит в 5% во время какого-то периода, когда идет усиленное потребление витаминов. Вот этот период вы даете витамины. Ну, там с какой-то регулярностью. Раз в неделю, там, или два раза в неделю. Два дня, три дня. Ну, больше дней давать смысла нет, потому что вы просто сглаживаете вот этот промежуток. Понимаете? То есть, когда у голубя идет там линька, или кормление птенцов, или птенцы растут, тогда потребление вот этих веществ активных увеличено. Аминокислоты, витамины, они нужны голубям. Но вот этот дефицит, он не более 5%, понимаете? И вы его должны покрыть. Вот этот дефицит вы должны покрыть вот этими кормовыми добавками. Если этот дефицит будет более 5%, и вы не будете покрывать витаминами это, то голубь берет этот витамин из запасов своих. То есть, когда он в другие периоды жизни живет, не выкармливает птенцов, не линяет, ему с рациона 100% витаминов поступает, понимаете? Без дефицита. Он их откладывает. Он их откладывает у себя в запасах. Многие витамины производят бактерии. И, соответственно, они у него тоже есть, у голубя. Бактерии никуда не деваются. Ну, если только вы антибиотиками не злоупотребляете. Соответственно, если есть дефицит, и вы не даете витамины, ну, кормовые добавки, то тогда голубь берет их из запасов. Если этот дефицит будет больше, чем 5% и очень длительный промежуток времени, тогда голубь будет страдать от авитаминоза. Понимаете? Вы это увидите. Вы это увидите. Вы поймете, что ему нужны витамины. Вот. А если вы не видите, что ему нужны витамины, тогда, ну, это под вопросом. Кормовые добавки вы можете давать сколько угодно. Почему чехтоник вызывает диарею? Почему чехтоник вызывает диарею? Бройлеры, которые на производстве, основная цель от бройлера – это рост. Понимаете, да? То есть, директор, который птицефабрики, он хочет, чтобы бройлер рос. А чтобы бройлер рос, он должен кушать. А чтобы увеличить потребление корма, достаточно усилить перистальтику кишечника. Знаете, что такое перистальтика? Это движение кишечника к выходу. Ну, в рот попадает, и дальше пошло-пошло. И наш кишечник, весь полностью пищеварительный тракт, он двигается от рта до выхода. Вот это перистальтика. Вот ее можно стимулировать. Есть такое вещество, называется сорбитол. Это такой сахар. Ну, сложный углевод. Сорбитол. Вот этот сорбитол вводится в составы витаминов. А зачем он нужен? Он стимулирует перистальтику и стимулирует кишечную микрофлору. И бройлер начинает очень быстро через себя этот корм прогонять. Понимаете? И помет не успевает сформироваться в плотную какашечку. Никакой опасности от этого нет. Вообще нет. Никакой. Но голубеводы боятся этого. Но они же не знают, что это для бройлеров такое свойство сделано. То есть, если вы дадите много сорбитола, то будет вот такой эффект. Голубь просто будет очень быстро переваривать пищу. И она не будет успевать всасываться, потому что перистальтика очень быстрая. Понятно, да? Другие витамины, порошковые в основном, там сорбитол не добавляют. То есть, в жидких витаминах добавляют сорбитол, а в таких не добавляют. Он еще действует на печень положительно. То есть, бройлеру как таковой сорбитол нужен. Потому что, ну, он полезен, скажем так. Вот. А в этом помете жидком никакой проблемы нет. То есть, просто перистальтика быстрая, и вода из толстого кишечника не успевает всасываться, и помет более жидкий. Ну, никакой страшного, ничего в этом нет. Но я к чему веду? Витамины на иммунитет наш, они влияют очень опосредованно. Вот те, которые мы даем. Понятно, да? Они составляют всего 5% дефицита. 95% голубь берет с рациона. Если вы создадите хороший рацион, то вообще не надо никакие витамины. Потому что ему будет хватать 100% из рациона. Если у него идет пик, нагрузка потребления витаминов, и его рацион не обеспечивает ему эти витамины, то тогда, естественно, вы добавляете витамины, покрываете эти 5%, и голубь нормально себя чувствует. Если ему будет не хватать даже то, что вы даете, он возьмет это из запасов. Когда закончится пик нагрузки, он накопит запасы обратно. Все понятно. Вот. Но на иммунитет это играет, вот эти ваши добавки кормовые играют очень слабую роль. Основная роль рацион. Если вы будете кормить чистым рисом без шелухи, да, там витаминов очень мало, то, естественно, у вас будет недостаток витамина, в основном витаминов группы В, и у вас сразу же голубь будет крутить, вертеть, его нервная ткань будет нарушена. Само волокно, которое будет участие витаминов, когда формируется. И, соответственно, на одном голом рисе вы будете видеть дефицит витамина. Но если вы даете нормальный рацион, то тот дефицит, который там может быть, он может покрыться за счет внутренних запасов. Если не покроется за счет внутренних запасов, обычно это хронические состояния, то есть, когда голубь очень долго болеет, и его запас уже истощен, а болезнь продолжается, тогда, да, тогда у него дефицит, который вы видите. Он не может нормально переваривать пищу, он не может бороться, там, на него начинают болезни какие-то, липнуть другие и так далее. То есть, не хватает витаминов, которые участвуют в процессах жизнедеятельности. Они очень нужны. Вот. И это возможно только если, ну, есть какой-то долгий период нагрузки и отсутствие витаминов в корме. Понятно. Но это очень редко. Голубеводы, я знаю, 99% голубеводов стараются для своих голубей сделать такой рацион, которого даже сами не едят. Ну, да. То есть, там 10 разных излаков и что угодно. Понятно. Так, ну, ладно, Максим, мы эту сейчас часть закончим, у нас уже время подошло к концу. Ну, и тогда... Да, еще, подождите, я, знаете, что... А, есть буквально пять минуточек. Хотел просто в этот отрывок... Минутка, полторы. Минутка, да. Я ваш прямой эфир слушал, и вы там рассказывали про перекись водорода корм обрабатывать. Да, да, да. Вот это еще хотел... Вот это... Мы как бы хотим добиться положительного эффекта. Мы убираем бактерии с корма, но при этом мы снимаем вот ту нужную нагрузку на врожденный иммунитет, которая должна стимулировать иммунитет, понимаете? То есть, если мы достигаем идеальной стерильности, идеальной стерильности, тогда иммунитету не на что тренироваться, он не тренируется, понимаете? То есть, когда бактерий очень мало, нейтрофилы не задействованы, они неактивны. они не посылают никуда никакой сигнал и никакого стимулирования нет. То есть, ну, если даже человек делает перекисью корм, то хотя бы тогда нужно пробиотики давать, потому что он снимает дополнительную тренировку для врожденного иммунитета. Понятно. это не очень хорошо. То есть, вот такая стерильность на грани уже безумства, она не всегда хорошо. Понятно. Так, ребята, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Надеюсь, продолжение будет. Так что, смотрите, пишите свои комментарии и пишите, что бы вы хотели еще услышать. Всем спасибо, всем пока. Спасибо. Всего доброго.